ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, две коммунальные программы, которые должны были друг друга спасти, в итоге окончательно разрушили аварийные дома. Страусам и Саводскому дали последний трог. Почему точка в скандале истории за парком стала вновь запятой? Непримитивно о знаменитом примитивисте. В доме кино показали уникальники либо жизни, почести, легко и ростмане. Заразились от соседей. В последний случай выявления африкарской чумы свиней у диких кабанов ветеринара связывают с миграцией животных. Напомню, в охотничьем хозяйстве в Ахтарском районе был обнаружен труп дикого кабана. После проведения экспертизы был выявлен вирус АЧС. Также положительный результат показали две пробы биоматериала, от отстрелянных диких кабанов в Лосогорском районе. По мнению ветеринаров, сам вирус животных могли подхватить от других кабанов, мегалировавших с юга, например, из Волгоградской области. Там тоже этим летом была зафиксирована вспышка АЧС. Об этом начальник управления ветеринарии правительства области Алексей Частов рассказал журналистам на пресс-конференции. Чиновник также отметил, что сейчас в правильной службе проводят сокращение популяции диких кабанов в Саратовской области. Однако заверил, что улдового уничтожения промокомпетных в регионе не произойдет. У нас идет регулирование численности. То есть есть нормы на гектар или на птичный гектар, к которым мы должны прийти к этим нормам. Естественно, о декоркуляции речи не идет. И это и не надо делать. Вот если бы мы взяли какие-то птички, взяли бы и убрали всех кабанов с савитой в Лосогорского области, обязательно, то я бы заняли кабанов их давно уже. Словограды, допустим, они бы сошли на этой территории жили бы там. То есть они из них были там чудом. Также ветеринары уверены, что если в Саратовской области все мероприятия по ликвидации от лекарств, кучу на свиней, будут продолжаться в том же объеме, то в августе в регионе снимут карантин. Что же касается компенсации за животных, которые уничтожили из-за опасности заражения, то их владельцам было бы учено порядка 10 миллионов рублей. Денежная реанимация другой проблемы, близкой к ЧАЭС, проведена лишь частично. В то время как областные власти нашли миллиард на переселение из ветхого и аварийного жилья, может выясниться, что требуется гораздо большая сумма. Дело в том, что трещина дала другая важная программа по капитальному ремонту, которая должна была вовремя выявить аварийное состояние домов. Черезское руководство провалило проект, выясняло грани карантин. Выстраивалась программа капремонта как нечто фундаментальное. И казалось, что все ее грани отточены до идеала. Но здесь чиновники проявили весьма странные профессиональные навыки. И даже такой фундаментальный проект превратили в трубу. Как раз видно соседнюю квартиру, у которых нет дома. Вот можно оттуда все и снимать. Их разрушение, как раз вон та, эта внешняя стена. Невидимые деформации этого дома словно намеренно не замечали. Теперь такое равнодушие толкает жильцов к коммунальному объединению. Сквозь трещины с трудом можно разглядеть недавний евроремонт, который собственники скрупулезно делали, даже не подозревая, что их дом в буквальном смысле гниет изнутри. Своеобразным рентгеном стала запоздалая экспертиза. В заключении технической экспертизы написано, что 85% износа дома. Это означает, с юридической точки зрения, что только фундамент можно использовать. Говорят, 5-й, 16-й, я знаю ему 200 лет, даже больше. Пройдемте. Проходимте. Аккуратненько, не бойтесь. А здесь нет даже фундаментальных исторических данных. Точный возраст дома жильцы установить не могут, а профильные службы не хотят. Впервые дом признали аварийным еще 30 лет назад, а в 2002-м его должны были и вовсе снести. Но в бумажной Волоките здание раз за разом словно специально теряли. Единственное, что теперь могут получить – временное жилье. Мы решили не соглашаться. Нам это не нужно временное. У нас не столько много денег, чтобы перевозить шабалы свои туда и обратно. Если временное дадут, то уже все. То эту квартиру никогда уже не получишь. Скажут, о, переселили в такой же. И живите. Все. Программу капитального ремонта чиновники называли чуть ли не панацеей, в том числе и для жителей ветхих и аварийных домов, мониторинг которых вовремя выявлял бы угрожающие жизни людей начинающиеся обрушения. Только вот врачеванием должны были заниматься сами жильцы по сложной рецептуре. Ежемесячные взносы насчет дома или в котел регионального оператора, составление графика ремонта, выбор способа управления накопленным капиталом. Но по классике жанра почерк в рецепте жители разобрать так и не смогли. Жизненно необходимая информация о механизмах программы капремонта до сих пор не усвоена. И несмотря на то, что программа начала действовать еще в 2014-м, за это время те, кто отвечал за ее создание, так и не добились эффективности. Идеологических блок правительства профильные чиновники оставили настолько много вопросов, что отвечать на них приходится первым лицам. Ведь жители до сих пор не в силах понять даже то, что взносы являются обязательными. Одни говорят, что нужно оплачивать в обязательном порядке, другие говорят, что оплачивать не стоит. Так стоит или не стоит. Не говоря уже о том, что именно собственники должны инициировать действия управляющих компаний. Ведь в случае с этим домом и трат, и неоправданного риска можно было избежать, если бы необходимую экспертизу провели не постфактум. Но управленцы словно специально не замечали обрушений, а из-за недостатка средств и вовсе предпочли режим ожидания. Мы капитальный ремонт делаем, текущий ремонт тоже за эти деньги. У них вот с момента управления горизонтом, у них начислено по текущим ремонту 4192 рубля. Что от нас зависело, да, мы писем писали. А здесь на безысходность работали чиновники. Из-за постоянных изменений жилищного кодекса, дом, который простоял два века, будто бы случайно не попал ни в одну из программ переселения. К сожалению, в очередной раз мне приходится честно и откровенно говорить, я думаю, что вряд ли еще кто-либо это скажет, что ответа на вопрос, что делать с этими домами, его на сегодняшний день нет. Подтверждает, что патовая ситуация вовсе не стечение обстоятельств. Большинство домов, которые фактически непригодны для проживания, теперь называют не аварийными, а просто ветхими. Дома, которые находились в состоянии, как мы говорим, предаварийным, они точно так же попали в программу. И точно так же там есть сроки выполнения каких-то работ. Мы пока не можем выкинуть их из программы, эти дома. Хотя прекрасно видим их состояние. Когда мы включим переселение, мы даже чисто финансово-технически будем ставить сроки 25-27 год, а может быть и 30-й. Проблема для тех, кто попал в федеральную программу переселения, но еще большее для тех, кто в нее не попал до 1 января 2012. Город должен приобрести жилые помещения и их переселить. У нас по практике то, что предписывается собственникам произвести демонтаж здания, они его не производят. Они не демонтируют, пока не найдут себе жилье. Жилье должен предоставлять город в данном случае. А жилье мы не можем предоставить, потому что нет средств. У нас на сегодняшний день 800 с лишним очередников, которые у нас идут по суду. Так, после 2012-го трещину дала сама программа капремонта. А те жители, у которых еще есть надежда их залатать, подсчитали. Если программа рассчитана на 30 лет, средний взнос 6 рублей за квадратный метр, то за это время на ремонт накопится порядка 20 миллионов, что позволило бы стандартную многоэтажку сказочно преобразить. Но коммунальная пыль такова, что житель, по сути, платит за грядущий снос дома. Так, программа капитального ремонта после всех метаморфоз классически повернулась к чиновнику передом, а к человеку задом. Вероника Арапова, Роман Шельдяев, Саратов, 24. Вероника Арапова, Роман Шельдяев, Саратов, Роман Шельдяев, Саратов, проводит демонтаж парк аттракционов местного зоопарка, который на протяжении 10 лет занимал эту территорию. Судебные приставы действуют по решению Казанского суда, который не вынес предписание об освобождении территории. Основанием для этого стало отсутствие договора аренды. Но по мнению 2-9 из-за паркологи полифилов и суть неучено множество других положительных моментов. Почетные грамоты, письма от администрации для нас просьб отдать бесплатно детей на актракционных, тем самым утверждая, что она всегда знала 10 лет о нашем существовании, о нашей работе здесь. Почему-то все это в суде, естественно, не приняло внимания. Эти положительные моменты в отече от суда видят и учитывают местные жители, для которых им нет значения. Есть договор аренды или нет, им просто нравилось здесь отдыхать. Их животных смотрим в ходе, так что как без них, я не знаю. Это же второй раз подписывать. Между тем представитель администрации зароскового района в своем решении о выселении парка аттракционов ссылают именно на жалобы местных жителей, которые мешают неприятный запах, исходящий от зоопарка. Чтобы выяснить, действительно ли животные доставляют недобства, отправляемся к дому напротив сквера. Я считаю, что он нужен, особенно для малосоциальных людей, которые могут себе позволить какие-то, да, платные. То есть дети ходили бесплатно, кормили животных, общались. То есть я считаю, что это здравствуйте. Но не все жители дома рады соседству с живым уголком. Начинаем. Чем он начал жить? Чем я считаю? Забирать недавнюю чаруру. Пилоразник, а не отработает, и везде. Как бы старается ресторг, а не парка. Между тем, люди, которые демонтируют конструкции, предпочитают не выдавать себя. Игнорируют даже вопросы владельцев. То есть лишь вопрос задать, что для них это было? Проводим эксперимент и понимаем, что даже съемка из-за забора может вызвать вопроса. Честь, лайф. Кабельку марч. Нажь. Куда что-то? Нет, сладко. Видимо, от по той же стены решил действовать и заместитель главы администрации Заводского района Борис Тареев. Общаться с журналистами сначала категорически отказывается. Здравствуйте, Варенов. А он хочет вас пустить. Это адашная, да? Да, правда. А за черами, ребята? Потому что вас отпустите. А, да. Продолжение следует. Чем собирается? Я рваю двери, закрываю двери. За комментариями отправляем в Сирдане администрации Заводского района. Что из Ленивы, за 15 минут неизвестно, но общаться с прессой выходит очень известный Борис Тареев. И по Танфимову, который находится здесь незаконно уже много лет, месяц назад было вынесено представление о том, чтобы они исполнили решение суда, Казани, мы выдали Казань, о том, чтобы они сами убрались отсюда. Их вручили это делать. Прошел месяц, ничего не сделано. Соответственно, силами присталов. И это сейчас производится на восстановление законной силы решения казанского армии дорожного суда. Все демонтированные объекты сводятся на площадку для хранения, которая предоставила Заводская администрация. Даже в любом моменте заявления могут это за свое имущество забрать. Первоначально перевезти из Траусов, упомненно собирались в Аткарский зоопарк, но прибывшие оттуда специалисты сообщили, что не в силу с удержать животных. Теперь администрация Заводского района нашла новое место. Все секреют в Королевский сад. Правда, когда это произойдет, остается неизвестным. Проблема в том, что перевозить Траусов довольно сложно. А специалистов, которые взяли бы на себя такую ответственность, найти пока не удалось. Судебные приставы утверждают, что этот вопрос не будет решен, легкие животные и термушки демонтироваться не будут. Роман Стрекалов, Роман Швейцарев, Александр Бачков, Саратов 24. После того, как в конфликт вмешался наш телеканал, администрация Заводского района обеспокоилась. С дальнейшей судьбой зоопарка начала переговоры с предпринимателями. Барис Тареев предложил бизнесменам оставить животных в парке на подключение новых арендаторов, которые готовы взять на себя ответственность за звери. Еще ранее с таким же предложением выступали другие представители администрации. Но владельцев зоопарка такое решение вопроса не устроило. Отказались бизнесмены и от перевозки Страусов кратков сада, администрация которого также хотела принять животных. Вчера буквально мы начали, попытались их так же вывезти туда от края курса. На что пришли хозяины и сказали, дайте нам возможность. Мы до воскресенья, какой недели, до следующей недели, мы все это уберем, вылезем сами. Почему дать такой время протянуть? Потому что у них просто готовится сейчас помещение для их содержания. Ну, администрация, не совместно с городской администрацией, на этот взгляд пошли, потому что мы не враги, что это пусть все едут. Тем временем владельцы зоопарка попросили очередную отсрочку вывоза своих питомцев, пообещав до конца недели самостоятельно освободить склер. К другим темам в Старатове состоялся единственный показ фильма о грузинском художнике Барасмане. Лента слетала в 1969 году режиссером Георгия Мщенгелая. Мировая премьера состоялась на телевидении в Германии, затем фильм показали в Чикаго и Нью-Йорке. Он получил несколько наград в международных кинфестивалях. Своего рода возвращение в лентах и в пространство нового времени стал показ Барасмане три года назад на одном из крупнейших европейских фестивалей. Теперь его можно было увидеть в Саратове. Репортаж Валиси Ферму. В небольшом зале Дома Тино – аншлаг, как у вас спроса на фильм грузинского режиссера, а соотечественники известным художники Барасмане – организаторы непредвиденные. К киноиндустрии Грузии местные зрители относятся почему-то а со скептицизмом. Грузинский гейматолог вообще не знает людей. Фильм, который мы стоим в списке для галанса, на их последние места не попал. Покаяние этого желания не горюет. Люди не знают, что это такое вообще. То есть не представляют себе, насколько они отрезаны от целого пластиковых европейских культур. Знакомство с кинематографом Грузии началось с фильма о художнике-самоучке Николе Тарасмане. Художественный фильм, впрочем, не лишён документальной сцене. Эта история в пути от изобразительной сущности к бизнесу завершилась провалом. Печальная судьба. Он решил посвятить себя искусству. Однако признание среди коллег по художественному цельку так и не получил. Одни насмешки за стиль. Примитивизм. Своими картинами украшал стены Духанов. За еду. Значит так. Да, так. А здесь хочешь, что я люблю. Жертвовал своим творческим видением, чтобы хоть и как-то заработать. Однажды нищий художник потратил все свои деньги на миллион алых роз, которые подарил актрисе Маргарите. Это про него, известная песня Пугачёвой. Вот эта любовь оказалась несчастной. Художник стал всё чаще выпивать. В конце концов, умер. Случайно я сюда попала. Мне просто позвала подруги. Я не знала ни с вами художники, ни обширных фильмов. То есть вчера она с под интернетом смотрела картины и о степени фильмов. Но как-то инфекционно, потому что надо исходить. Национальный колорит в фильме сквозная тема, но от этого не менее заметные. Я этот фильм видел давно, очень давно. Могут какие-то ассоциации возникли по курорту. Я вижу, что, конечно, губерри Шенбелая уже можно было поставить парадик за то, что он показал вот эту программу, что я хотел с этой книжной звездой поговорить. Если так будет показывать такую внутреннюю, какую-то сторону грузинской жизни, не этой жизни. Это той жизни, которая была 19-го лета, чем 20-го лет. Этот киноподкаст должен приоткрыться радостным зрителям и глазам на грузинское искусство. И этот фильм не одиночный штрих. В Радичевском музее несколько месяцев будут экспонировать картины не копия Росмани. Борис Мурнов, Олег Билюков, Саратов, 24. Это были все новости, как получался. Повстречу. Редактор субтитров А.Семкин